У нас в Молды уже целую неделю нет дождей. Стоит солнечная, теплая погода. И я сразу поверила в изменение климата на планете. Такое в Норвегии бывает крайне редко. Сегодня пришло сообщение от Камюны. Со 2 числа по... не знаю какое... С 8 часов утра до 20 вечера не использовать воду из шланга для полива, ну, чего-то. Я грешным делом испугалась сначала, думала, что это специально, персонально для меня, потому что я буквально вчера поливала из шланга. А до этого была история, я рассказывала. То есть был какой-то выходной и религиозный праздник. И я мужу сказала, так как он был дома в этот день, что было странно, я сказала ему докосить траву в саду. Половина была скошена. Он сказал, ты что, нельзя, потому что сейчас соседи в полицию позвонят. Я говорю, почему соседи в полицию позвонят? Нельзя шуметь. В связи с этим посмеялась, вспомнила еще один случай, когда однажды поливала таким же образом. Поставила просто как-то распылялку такую. И мне вдруг звонит муж и говорит, быстро отключи воду. Милые соседи, оказывается, позвонили... Хорошо, что не в полицию, позвонили ему. И как бы, ну, предупредили, все, все моя работа, везде пилю, так вот пилой. А он работает. Приходит я на диване лежу, знаешь, я отдыхаю, я ничем не занимаюсь. Вот, и я только как раз на Дзене выпустила вот этот вот ролик, как раз, да, и тут мне приходит сообщение от комюна, что нельзя использовать воду, в общем, сейчас из-за большого расхода по всей комьюне. И это наказуемо. То есть, я так понимаю, что они вообще по каждому дому будут отслеживать. Иначе, каким образом они вычислят, кто именно, пользовав за этим? Это вот я к тому, что, вот, как это назвать? Это тотальный контроль, как если бы это в России, например, случилось, и писали бы наши соотечественники. Или это все-таки вот отслеживание ситуации, это экономия средств и так далее. Как вот это вот звучит в Норвегии. Вот мне интересно на самом деле, что вы напишете.